Добрый день, дорогие севастопольцы. Добрый день, Сергей Анатольевич. Традиционно в серии передачи, о чем говорят, в Бен-Али мы поднимаем различные вопросы. И вот сегодня у нас есть такой вопрос, связанный с тем, что культурное наследие. Что происходит в городе? Много нареканий, сейчас вы тоже, наверное, знаете. И было недавно, когда замазали табличку краской нашего командира фактически, от этого бронепоезда. Для жизни, да, 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 закрасили. Негодяя. Да, многие таблички в городе вообще исчезли с домов, с объектов культурного наследия. Да, там 400 или 600 было, когда еще был этот возглавлял. Да, я в свое время общался, когда с ними говорил, верните таблички. Они мне говорили, мы сейчас там наведем порядок, проведем этот самый, как это называется, интеризацию. И все будет еще в лучшем виде. Да, да, да. И в конечном итоге ничего этого нет. То есть все убрано. Вот как прокомментируете, что скажете? Мне тяжело это комментировать, знаете, я же не специалист в этом плане. Я могу прокомментировать как обыватель. Просто человек, у которого есть гражданская позиция, коренной Севастополец. И как я могу прокомментировать, когда в мой дом пришли и начали там лазить без моего разрешения, без моего спроса. Хотя в Конституции написано, что мы являемся властью и все должно быть по нашему согласованию. Тем более есть закон в муниципальных образованиях, где все решается только сход граждан, собрание граждан и все остальное. Но я хотел бы сказать, обратить внимание на другой момент, что я сегодня готовлю еще один иск. Помимо того, чтобы мы перед этим разговаривали, что я подал иск по поводу восстановления асфальтового покрытия. Согласно закону, который приняли наши лучшие специалисты, лучшие кадры России в Севастополе. Вот, значит, вот у нас есть памятник 905 году, знаете, да, спуск на героев Севастополя. Вот, вот у меня тут ряд фотографий, которые, что там творится вообще, поломанное и все остальное. Но есть у нас КААП такой, кодекс. Административный правонарушений. Да, административный. И есть, по-моему, статья 7.13, 7.14, да, там касается и чиновников, и всех, кто за недолжное исполнение своих обязанностей, должное и недолжное исполнение, да, и за то, что повреждение памятников в зависимости от их принадлежности. Штрафы идут. Там и 20 тысяч, и 400 тысяч, и до 60 миллионов. Поэтому я считаю, что и убежден однозначно, я буду готовить заявление на председателя правительства города Севастополя. Не на губернатора, а на председателя. Ход нашего общественного движения, за наш город Герасестров. Нет, нет, нет. И еще от себя? Да, лично, да, о том, чтобы привлечь к ответственности относительно КОАП, штрафануть. Тоже памятник возьмите подводникам. Да много памятников, я сейчас просто... Не знаю, и авиаторам тоже уже начинает все лопаст отричаться. Поэтому надо, надо, надо. У нас и Херсонес с вами, там вообще непонятно, что... Нет, мы знаем, что творится. Тот же мы с Крустальной. И вообще, я однозначно убежден в этом, меня никто не переубедит в том, что в Севастополе происходит уничтожение культурного наследия, духовного наследия, традиционного наследия. И даже уже фактически, можно сказать, затоптали наш этот... Хотел сказать, иммунитет. Традиции? Да, традиции. У нас же свои были в Севастополе. Ну, как бы, общность, какие-то правила поведения, там, какие-то... Менталитет. Менталитет. Да, менталитет. Я извиняюсь, вылетел из зоны. Я понял. Да, то есть у нас свой менталитет, вы знаете, да, был всегда. Но с приходом вот этих чиновников и с тем, что происходит в городе, конечно, и по третий стаде, вы раз заговорили, памятник и культура, патриотизм, вот зона-завтра мы пригласили, мы не афишировали сильно. Нам сказали, что в Севастополе патриоты не соберутся, потому что они как пауки в банки. Но я бы добавил, что сегодня многие патриоты сели на гранты. Ну, да. Да, не будем мне называть. Это, кстати, в России. Это фактически подкуп. Коррупция, значит, скрыта. Там нам рассказывают, мы пишем в Москву, в администрацию, президенту. Нам приходят отписки. Ну, мы все великолепно понимаем, что происходит. Вот завтра мы планируем провести собрание патриотов. Я не знаю, кто придет, один человек, двадцать, сто, сколько. То есть сегодня будем уже обсуждать наболевшие вопросы по городу Севастополю и решать эти вопросы. То есть там будет перечень больших вопросов? Мы не стали поднимать заранее, ни на чем акцентировать. Тут вопрос сам в том, кто придет, что придет. И мы проведем это собрание как бы в свободной форме. Придем к знаменателю, нужно ли это нам, кому нужно, останется. Будем-то даже прорабатывать план мероприятий в рамках закона, чтобы нас там опять сейчас умники не придумали. С правительства, да, там сидят, здравствуйте, которые, знаете, вот эти вот. И начинают там бояться за кресло, в котором сидят, и начинают всякую ерунду на нас тереть. Обсудим вопрос о том, что неправильное и ложное, до сих пор уже девять лет прошло, о том, что нас, севастопольцев, считают все-таки предателями, неблагонадежными. Есть такое. Я тоже сталкиваю. Уже укоренилось у них. И самое страшное, не печальное, а страшное, то, что о нас так думают те, кто действительно заслуживает такого названия, да, такой бутылок, это наклейки. А, смотрите, я анализировал эту ситуацию и пришел к такому выводу. Они вынуждены это делать. Потому что, когда им в Москве говорят, что происходит, да, вот они такие-секие, они еще там смотрят в сторону Украины, у многих у них еще украинские паспорта сохранились, и мы им не доверяем, и рассказывают они, кроме как критики, ничем конструктивным не занимаются. То есть они так преподносят. Но они не говорят же, что там есть группа людей, которые требуют жить по закону, требуют наведения порядка в городе, хотят улучшить город Севастополь. Они об этом не говорят. Они только преподносят с такой стороны. Помните, как есть такая вот сказка Буратино, когда Карабас-Парабас протягивает деньги полицейскому и говорит, накажите Буратину, он обидел сироту. Вот примерно так это что и выглядит. Понимаете, подменяют, обманывают. Не так гораздо страшнее. Ну, циничнее, правильно сказали. Это в сказке, а здесь не сказка, здесь зловещая реальность этого. Люди не на своем месте. Да, согласен абсолютно. Хорошо, Сергей Анатольевич, спасибо огромное вам. И вам спасибо.